Всем привет! Четыре дня мне понадобилось для того, чтобы подняться со дна брюги, но сегодня я в 4D, а значит сегодня в четком футболе будет много российского чемпионата. Как ни странно, в основном про него буду говорить не я. Но вообще на этих выходных было очень много событий по всей Европе, поэтому мы затронем и АПЛ, и Серию А, и Бундеслигу, и, естественно, чемпионат Испанию. У нас сегодня аж три специальных гостя, поэтому давайте скорее начинать. Вот кажется, что Тоттенхэм и Арсенал очень похожи друг на друга команды, которые действуют примерно одинаково. Играют в обороны, и у них есть сильные исполнители впереди. Но насколько более осознанно играет Тоттенхэм, и насколько лучше он распоряжается своими кадрами, чем это делает Арсенал. В Арсенал было видно еще в первом тайме, когда команда находилась с мячом, гранит Жака получал в центре мяч и разводил руками. Я не знаю, что с ним делать. Тоттенхэм всегда знает, что ему делать на поле при Жозе Мауринио, и это то, на что приятно смотреть. Конечно, повезло с тем, что рано забили мяч. Кстати, у Тоттенхэма это уже седьмой ранний мяч в этом сезоне за первые 15 минут, и это помогает им как раз психологически проще после этого закрываться, играть на контратаках, а соперника, соответственно, приглашать к себе. Но это же тоже неспроста. Значит, Тоттенхэм делает на эту ставку, и эта ставка периодически играет. Так получилось с Манчестер-Сити, так не получилось с Челси, но тогда они не пропустили. И так получается сейчас с Арсеналом. И у Тоттенхэма есть, конечно же, те игроки, которые делают разницу. Ведь, по сути, пара Лекозетта-Бамиян по потенциалу, наверное, может конкурировать с парой Кейнсон. Но у одних статистика лучше, чем вся команда соперника набила по результативности, а другие смотрятся, в общем-то, исполнителями уровня, не знаю, команды уровня Бёрнли. Хороший показательный момент, когда забил гол Кейн. Когда Абамиянк потерял мяч в чужой штрафной площади, он, вернее, с ним в итоге и не был, но на него был сделан действительно неплохой пас. Абамиянк побежал не в темп, он не успел на эту передачу. И Тоттенхэм за два паса выводит мяч на Кейна, который как раз понимает, что делать с мячом очень даже хорошо. Ну и в центре поля, я бы сказал, что, когда пришел Жозе Маурини, там была такая же неопределенность, как у Артеты год назад. Кто будет играть, как будет играть, на кого делать ставку, будет ли это силовая манера или какое-то быстрое продвижение мяча, и что там Эриксон уходил из команды. Но Маурини смог навести там порядок за этот срок. Весьма конкретно и весьма понятно, чем сейчас занимаются его полузащитники. А вот что в полузащите у Арсенала, совершенно непонятно. Черная дыра с уходом партии, она стала еще чернее и еще дырявее. Мне кажется, что ни Джака, ни Сибаясь играть в Арсенале в идеале не должны. Поэтому и в итоге оказывается, что в последние 20 минут Арсенал играет, как самая примитивная английская команда в навесы. Причем, мне кажется, что после каждого навеса фланговые футболисты сами не верят, что что-то может из них произойти, а бы меня к тому же даже не прыгать, потому что он просто устал выполнять все эти отталкивания от газона. А у Виллиана стерлись бутсы и, возможно, даже пальцы в мозоли от количества подач в штрафную площадь. А Тоттенхэм четко понимает, что у него будет один-два шанса за матч, и он их очень здорово реализует. Поэтому тот, кто эффективнее в нынешних условиях, тот и правит лигой. Тоттенхэм пока такой. Аталанты и Аякс будут играть за место в плей-офф лиге чемпиона. В данной ситуации Аякс устроит только победу, но они играют дома, а Аталанты достаточно сыграть в ничью. Другое дело, что кроватый госперидия не их тех, что может засушить игру и попытаться, например, на 0-0. У Аталанта для этого просто нет никаких возможностей. Так что я думаю, что игра получится довольно-таки открытой, результативной. Все-таки играют команды, показывающие, может, не самые яркие, но точно самые искренние футболы в Европе. Одной из них придется уступить, но предсказать, какая именно вылетит, практически невозможно. Я думаю, что это имеет смысл ставить на то, что просто матч будет настолько результативным, что уже в первом тайме команды, ну, например, обменяются за лидерами мяча. Я предлагаю ставку тотал больше полутора на первый тайм по линии Вулканбет. Ну и далее у нас чемпионат, который я не смотрю и не люблю, но многие из вас смотрят и любят. Это чемпионат Испании, а там есть свои супераналитики. Это, конечно, Вадим Лукомский. Сейчас Вадим Лукомский вам расскажет о самых интересных матчах, примерах. Денис, о каком матче расскажет Лукомский? Депортиво Малага с Роем Макаем трешку положили. Это было очень давно. Так кто? Севиль Реал. Севиль Реал. А Вадим Лукомский расскажет вам о матче Севиль Реал. Про Реал попросили меня поговорить, наверное, на фоне слухов о возможном увольнении Зидана. Я, на самом деле, еще до матча, во всех местах, где можно, высказывался о том, что это будет вопиющая несправедливость, если до этого дойдет. И хочется верить, что даже такая информация жутко раздута, что просто нужно продавать газеты. И сейчас я очень рад, что Зидан нашел ответ на эту критику. Я считаю, что критика изначально была раздутой, что нельзя тренера, который преобразил команду, который максимум выжимал из этого достаточно возрастного ресурса и выиграл в прошлом сезоне чемпионат, увольнять за любые результаты на следующий сезон, когда, во-первых, кризис травм такой, во-вторых, сам сезон очень необычный, аномальный из-за пандемии, которая пришлась на прошлый сезон. Мне просто кажется, что это было бы вопиющим. Ну и плюс, конечно, очень многие проблемы Реала в последних матчах, при том, что игры действительно такой стабильной и классной не наблюдается. Очень многие проблемы объяснялись просто индивидуальными ошибками, такими, которые должен выводить не Зидан, а тренеры, наверное, в детско-юношеских академиях. И поэтому мне казалось, что изначально вот эти вот претензии раздуты, и сейчас Зидан уже дал критикам то, чего они требовали, дал конкретно результат. Просто-напросто их заткнул, потому что раньше можно было объяснять проблемы, а сейчас уже объяснять проблемы не нужно, сейчас максимально прагматичный футбол и очень хороший результат, на мой взгляд, по делу, особенно первый тайм Реал очень здорово провел. Можно даже сказать, что постепенно образуется такая традиция, когда кто-то начинает там вякать об отставке Зидана, Реал просто приезжает в гости к Севилье Хулиану Лапетеги и эту Севилью разносит. Разносит со счетом 1-0, так было в прошлом сезоне, так тоже сейчас. Разносит, потому что очень все-таки уверенно Реал выглядел и в прошлом сезоне, и в этом году. Умеет Зидан, конечно, находить ответ на такие вот слова критиков. Вы спрашивали, почему мы о чемпиате Италии не говорим. Это действительно не дело, как-то подзабывали в последнее время, поэтому перед сегодняшним выпуском я набрал Андрея Лаврентьева в Милан. А чтобы задать Андрею несколько вопросов, я его прям поймал по улице, шел, но тем не менее. Собственно, вопросов не так много, и эти вопросы касаются Интера и Ювентуса. Первый вопрос, в общем, про Интер. К Андрею вообще, как он сейчас оценивает атаку Интера, ну и игру Интера. Зависит она только от формы Лукаку или в целом выглядит хорошо? Естественно, главная ударная сила Интера в этом сезоне – Ромео Лукаку. Несколько матчей, которые Интер провел без него, были намного менее яркими с точки зрения действий в атаке. И надо сказать, что для Интера очень важно, чтобы фланговая игра была на высоте. То, что в последних двух матчах забивал ли Хакемия и Дармян, говорит о том, что Интер находит игру, находит взаимодействие. Плюс возвращение Брозовича – очень важный момент. Если этот футболист наберет форму, а он очень важен для Интера, возможно, у Интера будет баланс, которого пока нет. Пока все-таки это Интер с передним приводом. Ну, соответственно, сразу еще один вопрос тогда. А почему в чемпионате Италии все неплохо у Интера, а в Лиге чемпионов проблемы по-прежнему возникают? Ну, во-первых, соперники играют хорошо. Причем именно в матчах против Интера. Забавно то, что они друг против друга выдают какие-то совершенно несознательные действия. Но против Интера играют неплохо, в том числе и Боруси Махин-Гладбах, который Интеру на этой неделе проиграл. Я думаю, что с Реалом Интер проиграл именно по тому, о чем говорил Фабио Капелло. Футболисты Реала исполняли свои моменты, реализовывали их, футболисты Интера их транжирили. Интер не так плохо играл против Реала. Сейчас на этой неделе, по сути, Интер разыгрывает свой сезон. Потому что если Интер не попадет ни в Лигу чемпионов плей-офф, ни в Лигу Европы, то Интер становится главным фаворитом в серии, как это ни странно. Потому что играть раз в неделю с тем подбором футболистов, которые есть у Нарадзури, будет намного легче. Если Интер попадет в плей-офф Лиги чемпионов, то, естественно, автостима, то есть самооценка футболистов вырастет. И, возможно, у Интера будет определенный психологический подъем. Участие в Лиге Европы, на мой взгляд, самый лучший вариант для болельщиков других клубов, но не для болельщиков Интера. Далее Ювентус. Ювентус тоже здесь в тройке. То есть подтянулись к Милану. Собственно, Андреа Пирло изменил уже Ювентус. А если изменил, то чувствуется ли это вот прямо сейчас? Да, изменил в худшую сторону. И, на самом деле, в Италии много говорят об этом. Каждую неделю пытаются найти какие-то позитивные моменты и понять, что же хочет Андреа от команды. Но пока никакой ясной картины нет. Футболисты в группе «Атаки» играют, я бы сказал, не очень убедительно. Кулусевский, Дебала играют, на мой взгляд, ниже своих возможностей. И Рональду показывает свой класс. Марата играет выше ожиданий. Но стабильности нет. Пирло не может определиться с тем набором футболистов, которые составляют основной состав. И посему вчерашняя победа Ювентуса заслужена. Но, опять же, ее нельзя назвать плодом коллективных усилий. Ну, еще один вопрос, насколько, в общем, Криштиану Рональду сейчас вписывается в эту игру Пирло. Потому что иногда у нас пишут, что, дескать, у Рональду были хорошие личные показатели в предыдущие годы. Но в командную игру он до конца не встроился ни при Олегрии, ни при Саре. Да, наверное, такие версии случаются. Тут на этой неделе была, наоборот, версия о том, что именно в команде Пирло Рональду может раскрыться. Ты знаешь, с точки зрения, если смотреть позитивно и оптимистично на вещи, то можно, наверное, согласиться с газетой «Делоспорт», которая сказала, пока Ювентус находится в трех очках от лидера, не имея никакой игры. Если все-таки у Пирло что-то получится, игра появится, возможно, Ювентус сделает качественный скачок вперед и в серии А, и в Лиге чемпионов. Без Рональду это, конечно, невозможно, потому что Рональду главная звезда и, по сути, главный поставщик очков для Ювентуса. В прошлый раз к прошлому выпуску было очень много комментариев, и был среди них вот такой длинный комментарий, большой комментарий Артем. Артем пишет нам. В прошлом году, пишет Артем, Зенит не провалился в Лиге чемпионов, был провал в одном конкретном матче, и все равно это было лучшее выступление среди наших команд в Еврокубках. Отстаньте от Симака, пишет Артем, Щукины дети. С этой игрой, которую вы называете говном, у Зенита больше забитых и меньше пропущенных, чем у одной московской команды, которая в этом сезоне все так нахваливают, и которая потратила на рынке столько же, сколько и Зенит. Скобка открывается. К вопросу о безграничных ресурсах, которые, кстати, скорее выдумка различных аналитиков, в кавычках, с невероятной глубиной мышления, типа Дениса Алхазова. Скобка закрывается. А толку ноль. Да, сезон говно, и сейчас уже можно говорить об определенном кризисе в команде, но, тем не менее, не думаю, что это помешает ей снова стать чемпионом в этом году. И вот уже по следующему сезону в Еврокубках при внятной работе спортивного департамента клуба предлагаю, это предлагает Артем, оценивать работу Симака. Так будет разумней, как мне кажется. А называть все говном, бросаясь примитивными стереотипами о безграничных ресурсах и бабушкиных деньгах, конечно, здорово, но только тогда, когда тебе на завтра еще домашку делать. Я Артему сказал, что, в общем, я уже домашку сейчас не делаю, ну, с дочерью иногда, вынужден помогать, так что, в целом, могу тоже ему ответить, если он хочет. Артем написал, что да, конечно, поэтому я решил записать вот такое видео. Я бы назвал этот спич про деньги. Я домашки уже закончил, как я сказал, делать. Мало того, уже даже к сессиям закончил готовиться. При этом я учился в свое время в финансовой академии. У меня написано в дипломе, что я экономист по специальности банковское дело, финансовый кредит. Так что я фактически экономист. Ну, так уж вышло. Поэтому вопросы денег меня всегда в футболе значительно интересовали. При этом вот эти все разговоры на тему «А вот ваша московская команда, а вот у вас в Москве, а вот ваш питерский газовый заговор» это не ко мне сразу, это там на какие-нибудь другие соцсети, там можно друг друга какашками бросаться. Это не очень интересно. Я хотел бы просто в целом сказать про то, что в нашем футболе происходит с точки зрения именно денег и экономики. Потому что с точки зрения грамотной экономики в нашем футболе не происходит ничего на самом деле. И «Зенит» здесь просто... «Зенит», во-первых, действующий чемпион. «Зенит» — команда, к которой прикована внимание. Поэтому не обсуждать «Зенит» не могут. Но «Зенит» просто один из ярких примеров того, что происходит в нашем футболе в целом. Это не значит, что это происходит в одном «Зените». В принципе, по-разному. Это происходит, ну, так или иначе, практически везде. Ну, а если не везде, то даже в этом случае исключения там никакими идеальными не бывают. Вот Артем пишет, что в команде «Кризис». Нет, Артем, «Кризис» — это когда в команде все хорошо, а потом вдруг становится в какой-то момент не очень хорошо, а потом «Кризис» проходит. В нашем футболе «Кризиса» нет. В нашем футболе есть «Регресс». Это разные вещи. Так уж вышло, что для того, чтобы человека стимулировать что-то делать хорошо, человечество пока не придумало ничего лучше денег. Ну, в том смысле, что есть, конечно, люди, вот, энтузиасты. Вот, знаете, у меня за спиной сидят энтузиасты. Все работают за копейки и любовь к английскому футболу. Но это есть такие, кроме Алхазова. Алхазов всегда работал за деньги. Да, Денис? Вот. Но в целом, есть, конечно, есть энтузиасты, на которых все держится, это великие люди, но большая часть людей работает хорошо тогда, когда вынуждены зарабатывать деньги. За эту зарплату держатся. Вот давайте, Артем, смоделируем. Вот мы с вами работаем, мы получаем неплохую зарплату. Но мы знаем, что если мы будем работать плохо, то нас с работы уволят и не заплатят нам с вами премии. А у нас с вами семьи, и семьи эти нужно кормить. И мы, естественно, стараемся работать хорошо. А вот давайте, Артем, смоделируем, что мы работаем и просто получаем зарплату. И нашему руководству глубоко все равно, как мы работаем. Мы знаем, что мы будем получать зарплату хорошую и получать хорошие премии. А в этом случае есть, конечно, люди высокопрофессиональные, Например, Алхазов, которые даже в таком случае будут работать хорошо Но большая часть людей мотивацию теряет И вот в этом главная проблема всего нашего футбола Поскольку наши команды абсолютно не стремятся зарабатывать И по сути не чувствуют себя самостоятельными хозяйствующими субъектами То есть, иначе говоря, они знают, что не они сами зарабатывают на жизнь А что они такие, ну, любимые дети, любимые игрушки У более, скажем, таких серьезных структур Будь то бюджеты или какие-то корпорации Но факт то, что не приходится бороться за финансовое выживание Поэтому, Артем, стимула к развитию во всем нашем футболе нет Есть отдельные хорошие какие-то черты у отдельных клубов Я так понимаю, что про московскую команду, которая в этом сезоне потратила много Вы, наверное, имеете в виду ЦСКА Но на самом деле их сейчас не нахваливают Их сейчас скорее критикуют, как, в принципе, и все наши команды, кто играл в Еврокубках Но, тем не менее, у ЦСКА, в общем, с покупкой футболистов Обычно дела обстояли неплохо Вот сейчас ни Гаич, ни Джуки не играют И мы уже про это говорим У Зенита, например, всегда дело неплохо обстояло С коммерческой деятельностью, с мерчендайзингом Они с заполняемостью, они в этом смысле трибун Они всегда были большие молодцы У Спартака всегда был ресурс невероятной популярности И так далее Но, в общем и целом, это все некие проблески Приятные эпизоды какие-то, светлые пятна А в общем и целом, еще раз я вам скажу Наш футбол никуда, ни к чему не стремится Тратит большие деньги И, главное, не зарабатывает И не стремится зарабатывать Это называется, знаете, при этом сверху идут серьезные вложения Но есть такое понятие, называется отдача на капитал При этом отдача на капитал, она очень низкая И высокой в ближайшее время она не будет, Артем Поэтому в следующем году вряд ли что-то изменится коренным образом Сколько сверху не поливай, в общем, деньгами Отдача будет низкая И если наши команды не выходят из группы в Лиге Чемпионов 7 лет 7 лет наши команды не выходят из группы в Лиге Чемпионов Потому что, как ни крути, Лига Европы это все-таки турнир второго сорта По сравнению с Лигой Чемпионов 7 лет не выходят, то говорить о том, что кто-то в прошлом году проиграл один матч Это очень низкая, потому что стимула, так получается, нет Вы, конечно, можете спросить Ну а как же там Манчестер Сити и Парис Энджермен? Разве они не то же самое делают? Ну, видите ли, Артем, они делают, в принципе, тоже не очень хорошие штуки Но они изначально делают это в другой экономической системе Где все-таки они туда пришли, да, вот с этими деньгами А другие команды там изначально вот так на них смотрели сперва с некоторым изумлением Ну и кроме того, даже несмотря на эти суперинвестиции Ни Манчестер Сити, ни Парис Энджермен пока Лигу Чемпионов не выигрывали У них не получается Поэтому, что делать? Вот вы можете спросить, Артем Ну надо же, наверное, об этом тоже часто любят говорить Надо же убрать госденьги Но, видите ли, если их просто завтра убрать Вот просто взять и убрать То у нас половина клубов просто разорится А остальные будут жить очень плохо Никаких у нас не будет легионеров, вот, дорогостоящих Исключено А все футболисты, которые умеют попадать по мячу Уедут сразу играть в довольно скромные команды Потому что жить-то им надо на что-нибудь Может быть, там, через 5-6 лет, 10 Что-то восстановится и начнется развитие Но вот если убрать, то футбол моментально остановится Что делать? Вот я вам честно говорю, Артем А я не знаю, что делать Правда не знаю По идее, нужно выстраивать какую-то систему Большую, которая будет работать много лет Сезон за сезоном Чтобы, скажем так, как-то вынуждать наши команды зарабатывать Чтобы госденьги уходили постепенно Чтобы все перестраивалось Но только никому это, Артем, не нужно И, судя по вашему комментарию Вас, вы же предлагаете подождать в следующем сезоне Вас в целом ситуация устраивает Потому что вы, судя по вашему комментарию Видите кризис одного сезона Вы считаете, что все нормально А не в целом проблемы с развитием Поэтому еще раз скажу Выстроить экономику Вот в собственном каком-то Чтобы каждый клуб там Выстраивал план развития На много лет Потихонечку, потихонечку А не то, что раз бюджет Вот там его потратили бюджет Потому что в следующем году и непонятно Может быть там власти области Или республики сменятся Уже денег не будет И что там будет в следующем году Да в общем хоть трава не расти И в общем Хоп, ну вот заняли там какое-то место Это все на один год Это все такие временные истории Вот выстроить какую-то историю развития Чтобы выстроилась нормальная футбольная экономика Беда в том, что это никому не нужно И никто этого делать не собирается Все ищут какие-то решения Типа давайте отменим лимит Да давайте отменим лимит Я только за Но улучшения все равно не будет Не потому что лимит это хорошо Лимит это плохо Но просто в том случае, когда не нужно думать о развитии многолетнем Никто не будет заботиться о том, чтобы школы там выстраивали Чтобы молодежь приходила Будут заботиться, если это будет финансово выгодно И другого пути не будет А так раз накупил каких-нибудь Югославов средних Занял там 12 место вроде Как на этот результат А в следующем году какая разница, что там будет Поэтому, Артем, проблема вот именно в этом Что пока не изменится каким-то образом экономика А она не изменится Еще раз повторяю Никаких предпосылок нет Не будет никакого развития А будет такая медленная, спокойная, вялая Даже не развитие, а существование А может быть деградация Вот такие вот, Артем, дела Может быть, вы со мной не согласны А может быть, согласны Я не знаю Но пока все вот так Как наши команды отыграли в Еврокубках Вы сами видели Можно, конечно, в принципе, забить на Еврокубке Ну, чехи же играют как-то в чемпионате То есть сосредоточены в своих делах Уже сказать Ну, у них же там денег больше Чего нам Можно, действительно, не думать совершенно тогда о Еврокубках Но просто тогда можно как-то свои внутренние дела Ну, в смысле, можно как-то подешевле тогда жить В общем, поспокойнее Нет нужды там устраивать тогда гонку покупок И так далее И тому подобное Ну, в общем, пока ситуация такая Пишите, Артем Мы всегда рады Да, вот это уровень Прямо-таки письмо в редакцию газеты «Правда» И ответ по пунктам, так сказать, главного редактора С большим интересом Просто, честно скажу, эта тема про деньги Она как-то, ну, цепляет Я всегда поэтому Так вот бурно реагирую Когда ее обсуждают А Дементьев зашел Послушал Деньги какие-то Экономика Отдача на капитал Думает Дай лучше запущу Шутку про дзюбу Молодежь оценит Дементьев Ладно, поехали дальше Несмотря на то, что этот тур РПЛ получился сверхрезультативным Думаю, что обсуждать матчи «Зенита» против «Урала», который по большому счету вообще не вышел на поле «Спартака» против полуторного состава «Тамбова» или даже то, как Краснодар разгромил «Ротор» Примерно так же интересно, как обсуждать, от какой же бабушки достался мне этот знаменитый шкаф за спиной Поэтому у меня сегодня вопрос Вопрос Владимиру Сергеевичу ЦСКА второй год подряд не выходит в плей-офф Лиги Европы Сейчас 5 матчей без побед На этих выходных ничья с Химками Да, безусловно, Химки прибавили при Игоря Черевченко И есть изменения по составу, есть структурные перемены, есть изменения Самое главное по очкам, но все-таки это Химки Совсем скоро завершается первая часть сезона Что делать руководству ЦСКА? Что делать Максиму Орешкину и Евгению Гиннеру? Увольнять Гончаренко? Разгонять селекционный отдел, который привез тех, кого он привез? Или, как же говорит наш зритель Артем Правда, из другого города и применительно к другой команде Нужно просто дать время Есть ли в ЦСКА кризис? Или это издержки строительства новой команды? Владимир Сергеевич Ждем ответ Саша, ну давай по очереди Первая трансфера Их, в общем, таких по-настоящему больших С участием легионеров три Это Гаич, который абсолютно не попал в игру Выглядит совершенно инородным телом Аргентинский тяжелый нападающий Вне Аргентины Это всегда история Непростая Поэтому меня когда спрашивали Когда он переезжал Потому что я его в Сан-Лоренце видел Я, честно скажу, отвечал уклончиво И, видимо, и Гаич сам Выглядит так, что адаптироваться Не очень хочет К игре командой И, по-моему, главный тренер В него не верит В общем, пока вот этот трансфер Вызывает самое большое недоумение Фукса мы пока не видели толком А Эджуки, мне кажется, доказал Что, несмотря на вот это Его временами раздражающее мельтешение Но при должной с ним работе И при должном там повышении Его какого-то тактического понимания игры Мне кажется, что, учитывая его технику Резкость, он помочь команде вполне может Вот, мне кажется, матч с химками Это доказал Что касается тренера Да, ЦСКА не то, что нестабилен Просто вроде бы какие-то отрезки неплохие Чередуются потом с явными падениями вниз И, главное, продолжается Это очень уже давно ЦСКА ужасно отыграл в Лиге Европы Ну, кроме матча с Загребом ЦСКА последний матч в чемпионате России Проводит невразумительно И я вот, я ехал на работу И смотрел просто матч с химками по телефону И после первого тайма Ну, 1-0 Огромное количество моментов Думаю, ну, ладно Потом, когда, возможно, ЦСКА еще проигрывал В общем, меня это очень сильно удивило Я думаю, что Гончаренко не уволят До лета Но мне почему-то кажется Что если дальше вот так будут команду потряхивать В принципе, в чемпионате пока ничего страшного не произошло Они недалеко и от первого места находятся Но вот мое мнение Что к лету могут быть уже изменения Их не будет сейчас Потому что в ЦСКА никогда быстрых решений Мы это знаем Там, в общем, до последнего шанса Всегда дают людям, в которых верят Вот, поэтому я думаю, что Мое мнение скромное У меня нет инсайдеров в клубе Мне Евгений Ленович не звонит Чтобы посоветоваться Но я думаю, до лета А там, если вдруг будет сейчас какое-то такое существенное Ну, не чудо, не чудо Но рвок вверх Но я думаю, что если не будет То вот так Владимир Сергеевич Спасибо большое Как всегда, блестящий комментарий Но хочется добавить Меня очень расстроил один момент сегодня Он касается даже не самой игры Виктор Гончаренко пропускал матч с Химками Из-за дисквалификации Естественно, это касалось не только Бровки, скамейки запасных во время матча Но и общения с медиа И после матча в пресс-конференцию Проводил Сергей Иванович Черченников И ему задали такой достаточно безобидный вопрос По поводу замены Чедера и Джуки Который, как кажется журналисту Был одним из лучших в первом тайме Общинников сказал, что он согласен с этой оценкой И сказал, что решение по заменам принимал главный тренер И потом сказал, повторюсь Решение по заменам принимал главный тренер Я вспоминаю то, что было практически уже полгода назад Помните разгром ЦСКА от Зенита Отъезд Гончаренко Пресс-конференцию тоже проводит Сергей Иванович Овчинников И он говорит о том, что оборону нужно было выстраивать по-другому И, собственно, в следующем матче В матче с Динамо Понятно, это всего лишь одна игра Но Овчинников действительно выстрелил по-другому оборону То есть он там влаще передвинул за такущей тройки В тройку полузащитников Поставил Ченникова на левый фланг Откатил ЦСКА назад То есть одна из самых прессингующих команд лиги Вообще не использовала давление на чужой половине поля И вот это, кажется, был как раз-таки тот взгляд Который есть у Овчинникова на то, что происходило в ЦСКА Хотя бы вот на тот момент Два вот этих выступления публичных Овчинников, понятное дело, редко высказывается О текущих делах ЦСКА Потому что он все-таки ассистент главного тренера Они наталкивают на определенные мысли Я надеюсь, что это всего лишь паранойя в моей голове Но вот почему-то мне так кажется И действительно меня это расстраивает Хотя если у меня действительно паранойя И что-то происходит в голове другое То это расстраивает еще сильно Слушай, ну давай так По очереди называю вещи своими именами Можно ли предположить теоретически Что у Сергея Овчинникова есть амбиции Руководить клубом уровня премьер-лиги Что он считает, что с этой задачей мог бы справиться Но это, в общем, я думаю, что возможно Учитывая его опыты игрока И то, что он уже тренирует давно Да, такое возможно Думаю ли я, что в ЦСКА есть какой-то конфликт В тренерском штабе? Нет, я так не думаю Другое дело, что для ЦСКА вот такие выходы эмоций на поверхность В принципе, не очень характерны И, скорее всего, это говорит о некой накопившейся нервозности Что бы дальше ни происходило в клубе Кто бы команду ни тренировал Я думаю, что ЦСКА это как раз та команда Которая всегда нервозности лишней избегала И чем быстрее от этой вот накопившейся нервозности Удастся избавиться, тем лучше для ЦСКА же Саша, привет! Пишу тебе из далекой Москвы Надеюсь, у тебя все хорошо И питерские наводнения тебя не затрагивают У меня все прекрасно Моя любимая команда идет на первом месте Сочувствую, что твоя идет чуть ниже Хотел бы у тебя спросить Что за сумятица в последнее время происходит В вашем дружном коллективе? Насколько я помню Какое-то время назад Еще при итальянском специалисте Манчини Высадились у вас три аргентинца Мамана, Дриуси и Регони Судя по последним успехам «Зенита» Пригорелся только один Дриуси И тот вдруг недоволен своей позицией В этом клубе Он считает, что играет он не на своем месте То есть больше на фланге Честно скажу Мне он больше всего нравится Из этой троицы Хотя Мамана тоже был очень хорош Пока кресты его карьеру Серьезно не поломали Так что с Дриуси? И справедлив ли этот гомон С площадей? Что дзюба мешает развиваться Дриуси? Я не накидываю на вентилятор Их давно уже в современных домах нет Мне просто интересно Конечно, то, что болельщики «Зенита» Прочитали от Тебастьяна Дриуси Воскресным утром Им не могло понравиться Но давайте будем честны Я не думаю, что для кого-то Стало открытием желание Дриуси Уйти из «Зенита» В медиа очень много писали год назад О том, что у «Зенита» есть предложение От клуба «Интера Майами» Клуба, которым владеет Дэвид Бэкхом И действительно у «Зенита» было предложение На сумму более 20 миллионов долларов То есть, казалось бы, действительно Классные предложения по Дриуси Нужно отпускать Но руководство клуба Почему-то решило иначе Хотя, кстати, Сергей Семакта И в том числе публично Всегда говорил о том Что если кто-либо хочет уйти Из команды Ну, в частности, естественно Из «Зенита» Он может это сделать В Дриуси это правило не сработало Возможно, когда-либо Мы узнаем какие-то детали От Семака От Дриуси Возможно, от генерального директора клуба Александра Медведева Но пока вот так вот А почему, собственно, «Интера Майами» Был классным вариантом для Себастьяна Первая причина, почему он хочет уйти из России Это не позиция Это его семейная история У него есть жена Ванесса У него есть маленькая дочка Ванессе, жене Себастьяна Дриуси Не очень нравится жить в России Себа, как настоящий семьянин Хочет сделать так, чтобы его близким было комфортно Абсолютно нормальное, понятное желание Поэтому он хочет перевести семью В испаноязычную среду Поэтому, собственно, «Майами» И был хорошим перспективным вариантом Ну, а вторая причина Да, собственно, то, о чем Дриуси и сказал Насчет дерьмовой позиции Тут, наверное, все левые полузащитники мира Насторожились Как так можно говорить об этой роли? Но, действительно, Дриуси приходил в «Зенит» Как второй нападающий «Риверплей» В паре с Лукасом Аларио он играл Лукас Аларио сейчас прекрасно играет За «Ливеркузенский» и «Байер» Более того, Дриуси был вторым бомбардиром Чемпионата Аргентины Вот перед приходом в «Зенит» После Дарио Бенедетта Дриуси взял 11 номер Только что Киржаков закончил карьеру Все понятно, какие были ожидания Дриуси Но вся карьера Себы до «Зенита» Она показывала, что это, скорее, был такой всплеск Потому что до этого он никогда не забивал так много И в целом его тоже использовали либо в глубине Либо вообще на левом фланге Собственно, там, где его использует Семак Почему-то сейчас принято считать Что Дриуси перевели налево Из-за прихода Сердара Азмуна И тем, что Азмун образовал пару с Артемом Дзюбой Но это не так Потому что Дриуси перевели еще через пару месяцев После прихода Семака Потому что Семак и его тренерский штаб В том числе аналитический Они посмотрели, из каких зон Дриуси Делают голевые передачи И, собственно, перевели его налево И если помните, то вот в начале-то реально Дриуси играл с Дюбой у Семака в атаке И с реализацией там, как бы сказать Было чуть-чуть даже похуже, чем у иранского Нападающего одного Вот было и такое Ну а, конечно, так Пара с Кокориным в начале Манчини Периода вот этих пару месяцев Она была прекрасной у Себы И в целом, мне кажется, что стоит поблагодарить Все-таки его за то, что он сделал для Зенита Это большая роль его в двух чемпионских титулах Много игр в прессинге, много игр в подыгрыше И действительно он наступил в какой-то момент на собственное эго И сыграл ради команды Но вот сейчас вот его понесло Это абсолютно не корпоративно Скорее всего, он будет оштрафован Но вот такой вот Себа Дриуси Я надеюсь, что он красиво расстанется с клубом Потому что действительно он достаточно сделал для Зенита Ожидания были другими, безусловно Но, как мы знаем, наши ожидания Да, все так Крутой матч получился у Баварии с Лейпцигом Один из лучших, ну, по крайней мере, с точки зрения интриги Понятно, что он слишком много голов для многих Оборона и там, и там играл далеко не лучшим образом Но была интрига, был градус, была борьба, в том числе и идей Нужно опять сделать комплименты Нагельсману Ну вот, например, кто бы мог подумать, что из Форсберга получится интересный девятый номер Он всегда был десяткой, игроком, скорее, фланговым или уже диспетчером Но уж точно не центрфорвардом А вот в отсутствии Вернера обнаружилось, что Форсберг чуть ли не лучший девятый номер Который может быть в Лейпциге Это тоже, конечно, сослуга тренера У Баварии много проблем В первую очередь физического плана То есть она не может прессинговать так, как в прошлом году Поэтому оборона еще более уязвима Ну, вспомните, например, матч с Леоном Даже когда Бавария еще могла прессинговать Не все футболисты в топ-форме Отсутствует Кимих Но по-прежнему, конечно, класса хватает В том числе и индивидуального Например, Каман, игрок, которого многие недооценивают Сделал в этом матче три абсолютно разные голевые передачи То есть он показывает себя не только человеком, который может обыграть один в один Но и умеющим здорово играть в пас Ну и Мюллер Это, конечно, как всегда Мюллер Даже когда Ливандовский провел далеко не лучший матч И, в общем, с ним справились То Мюллер, видите, вышел на первый план Ну и Джамал Мусиала Возможно, действительно, будущая звезда За которого будут сражаться сборные Германии и Англии Пока он играет за английскую молодежку Но окончательный выбор еще не сделал В общем, супер матч Я лично получил большое удовольствие от него Я не смотрел матч Баварии-Липцик Хотя бы из-за счета, наверное, стоило У меня была игра в это время Челси-Липц, кстати, тоже очень ничего Меня впечатлил, ну, опять же, счет Сколько Бавария допустил у своих ворот Судя вообще по обзору У меня, судя с этим, вопрос к Кириллу Дементьеву Вроде бы спецу по Бундеслиге Вроде бы он таковым еще считается Кирилл, меня как фанат Манчестер Юнайтед Интересует судьба моей команды В Лиге Чемпионов Потому что Липцик играет дома После такого ураганового матча с Баварией Принимает Манчестер Юнайтед Может, запал еще не сгорел Может, Манчестер Юнайтед попадет Под эту горячую руку, ногу И еще кое-что Ну, слушай, Денис Крутой Я думаю, будет последний матч Это действительно развязка в группе Может быть, все, что угодно Я думаю, что у Манчестера Юнайтед Все-таки преимущество Ну, во-первых, они могут себе позволить Сыграть в ничью Во-вторых, Лейпцигу придется играть С позиции силы И Юнайтед сможет использовать Свои великолепные Совершенно контратакующие способности С Рашфордом С Гринвудом Ну, и, разумеется, Бруно Фернандо Будет отдавать свои передачи Я думаю, что шансы здесь 60 на 40 Именно на проход В пользу все-таки Манчестер Юнайтед Но, конечно, Лейпциг без боя В этот раз не сдастся Ну, и ответы на ваши вопросы Я, правда, сегодня и так покрыл Все рекорды Трандежа Но, тем не менее Альвина пишет Качество выпуска не пострадало Хотя мне явно не хватило Комментария Александра Дорского В этом выпуске Александр Дорский Разумеется, вот он здесь И всегда с вами Все же выскажу по поводу мяча Берга Говорят о том, что Берг продемонстрировал Хорошую стартовую скорость От Дмитрия Креспа И, в общем, показал и технику Да, мне тоже кажется, что на исполнение Все было сделано Причем такая в силовой борьбе На рывке Очень хорошо Таких бы мячей вот только побольше Ура, выпуск Бездорского Не дождетесь Бездорского Ничего не возможно Нравится слушать передачу Уважение к вещающим специалистам Кроме Алхазова Невозможно слушать Наглое, некомпетентное мнение А он ушел, к сожалению На самом деле мы с Дементьевым Куда более наглые И куда менее компетентные Прекрасный, интеллигентный, беззлобный Квалифицированный Кривохарченко Иногда Кривохарченко бывает Еще более прекрасным Интеллигентным Квалифицированным Но и злобным Как и мы все Все же мы живые люди А ничего, что Зенит в короткий срок Сыграл на 10 матчей Больше остальных игроков Пока другие команды Сидели на печке или на лавке Ничего Да, уж одним словом Грусть Ну, или, возможно, печаль Очень уважительно отношусь к Денису Радостно, когда появляются Ровесники в комментаторской среде Мы тоже рады И Волхазов вообще крутой Кривохарченко лучший Пишут нам поклонницы Из клуба Кривохарченко Так, когда приходит Кривохарченко То канал надо переименовывать в 4D Plus Но Сережа появляется в качестве гостя Время от времени Это, в общем, всегда приятно Ну, у Сережи много работы Поэтому он когда может Он в качестве там Гэстар появляется Мы всегда рады видеть Господа, выходите чаще И, по возможности, длиннее Я думаю, что наш монтажер Петр И так нас время от времени Проклинает Дорский залег на дно в брюге Ну, на шуток на эту тему Было уже слишком много Но Дорский уже в Питере Господа, не могли бы Хоть бы пару слов сказать Про Покер Жеру Мы обычно записываемся сразу После матчей И не всегда Все матчи видели Вот на момент записи Просто я так подозреваю Что матч Челси Никто из нас Не смотрел Денис в пес Лукаку Машина Да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова